Не только коммунальные вопросы, но и те, что касаются бизнеса, обсуждали сегодня в Кирове. В рамках форума предпринимательства на Вятке в нашем городе проходят круглые столы и встречи. На них предприниматели вместе с представителями власти пытаются найти решение насущных проблем. Как собираются молодежь вовлекать в бизнес? В сюжете Екатерины Зубаревой. Кушай, Белочка, молодец, много молока даешь. На похвалу любимым буренкам Екатерина Соплина никогда не скупится, ведь имена они приносят основной доход Катиной семье. Восемь лет назад она вместе с родителями завела хозяйство. Небольшую ферму разместили недалеко от своего дома в поселке Дороничи. По словам Кати, конкурентов, кто бы продавал молоко и мясо, в округе немного. Поэтому семья приняла решение расширить производство. Для этого девушка отучилась на курсах для предпринимателей. Сама написала бизнес-план и теперь намерена выиграть грант – полтора миллиона рублей по программе поддержки молодых фермеров. Нужно пристрой для животных, также для техники. А именно, так как у нас корма закупные, мы покупаем газель, еще косилку, так как мы заготавливаем сено сами. В том, что выиграет грант, Катя почти не сомневается. Ведь молодых фермеров Кировской области немного. Еще меньше в нашем регионе вятских кружевниц, дымковских мастериц и прочих умельцев. Это сегодня отметили специалисты на совещании, которое прошло в рамках форума предпринимательства на вятке. Молодежь больше интересует финансы, нежели сохранение традиций. К тому же в области не так много крупных предприятий, куда можно устроиться работать после обучения. То, что сегодня такие осколки этих ремесел остались, их тоже надо как-то поднимать и смотреть, как же мы их сумеем сохранить. Потому что эта потеря будет неусполнимой для нас. Для того, чтобы молодежь активно включалась в развитие тех или иных отраслей и экономика региона развивалась, и проводят каждый год форум предпринимательства на вятке. За круглыми столами во время тренингов и семинаров начинающие и уже опытные бизнесмены общаются друг с другом и с представителями власти и пытаются решить насущные проблемы. Прикиньте, в 21 год получать зарплату оклад, но с премиями полмиллиона почти. Площадки форума работают и для тех, кто только задумывается открыть свое дело, но пока еще не представляет, как это сделать. Так урок предпринимательства сегодня кировским студентам преподал успешный бизнесмен Барри Алибасов-младший. До сегодняшнего момента доходом это были деньги. То сегодня доходы это не только деньги, а что еще? Люди. Форум предпринимательства на вятке продлится до 26 мая. В этот день, который, кстати, является еще и днем предпринимателя, будут подведены промежуточные итоги. Екатерина Зобарева, Алексей Юферев, Алексей Стахеев. Бюро новостей Дайвича. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова